Израиль стал первым государством, где в этом году уже прошла акция «Бессмертный полк». 9 мая в этой стране рабочий день, поэтому организаторы приняли решение о переносе даты. Тысячи людей вышли сегодня на улицы, чтобы почтить память погибших. Сотни из них несли портреты своих родственников. Репортаж Евгения Лямина. Вот еще его фотография. Он служил в башкирской конной дивизии. Служили два товарища, точнее два брата. Война, как водится, раскидала по фронтам. Отец Маргариты Чайковской Петр сражался на первом украинском. Его брат Иосиф на втором. Одна из тысяч семейных историй военных лет, которые сегодня берегут потомки и вместе с фотографиями, передают от поколения поколению с болью и трепетом. Уж слишком много в этих историях мужества, горя, порой отчаяния. Два брата, узнав, что родителей в Бабимьяру убили, А Юзик, писав своим родственникам, которые уже были в эвакуации, сказал, что он будет мстить своих родителей. Так и получилось. В семейном альбоме фотография отца, уже послевоенной. Его брат погиб за два месяца до Дня Победы. Раненый вел бой до последнего. Посмертно награжден золотой звездой Героя Советского Союза. Похоронен в братской могиле в Польше. Маргарита Петровна вспоминает, отец, пока был жив, каждый год ездил к братской могиле, чтобы постоять, помолчать, вспомнить. Сегодня она сама, словно взяв знамя той памяти, встала в строй бессмертного полка вместе со своими героями. Здесь признаются, это очень волнительно. Мы не знаем друг друга, но словно и вправду встретили однополчан. А где воевал твой дед? На улицах Хайфы нескончаемый людской поток. В руках портреты тех, кто не дожил до 71-й победной весны. Над головами ветер полощет флаги Израиля, красные полотна, знамени победы. Кто-то принес с собой флаг города Героя Севастополя, который оборонял дед. Их предки тогда воевали на разных фронтах, но боролись с одним врагом, спасая от фашизма весь мир. Для меня это только святой день, можно сказать, один из святых. Хочется сказать всем спасибо, всем ветеранам. И просто хочется было идти к каждому и сказать, выразить свое большое благодарство. И сказать, что спасибо за то, что мы сейчас живем. Ветеранам сегодня дарили цветы и, конечно, расспрашивали о войне. Но те, у кого словно осколок под сердцем память, старались больше говорить о 9 мая 45-го. А то страшное, что было до, словами передать сложно. Больше всего, конечно, День Победы, самый такой торжественный. А то остальное там было уже. Высаживали десанты, самолет садился и на воду, и на сушу. Искали мины плавающие, уничтожали. Такая задача была. Я борттехником был. Вспоминаю, как, что было, когда друзей, вспоминаю, которых нет уже, которые там остались. Вот такие, вы вспоминаете. Майкл Кокотов почти не знает русского языка, но историю тех лет выучил хорошо, потому что эта история – часть истории его семьи. На этой фотографии, которую я держу, видите, мой прадед. Мне рассказывали, он был партизаном. И мой двоюродный дед тоже, который воевал во время Холокоста. Меня назвали в его честь. Как израильский солдат и просто как человек, я считаю очень важным помнить, что они пережили. В школе по учебникам они изучают историю Второй мировой войны. Дома из рассказов старших – историю Великой Отечественной. Русская армия победила немцев и освободила из лагерей смерти всех. И американцы тоже помогали русской армии, чтобы тоже победить. Акция «Бессмертный полк» проходит в Израиле не первый год, накануне 9 мая. И каждый раз на улицу с портретами своих предков выходят все больше тех, кто считает своим долгом – исполнить завещание павших и живых. Не забудьте. Для этого сейчас как раз есть «Бессмертный полк», чтобы память была не только в России, но и у нас. Важно, чтобы осталась память. Мы уходим, а память, что осталась.